Мурманский режиссер Анна Цедрик начинала свой творческий путь с вокала в местной дарквейв-группе «Ретро Верида». Помимо этого успела зарекомендовать себя как поэтессу и до сих пор публикует свои стихотворения. А сейчас осваивает новое направление кинопроизводства. Анна Цедрик – личность неординарная. Склонность к перформансам на сцене переросла в кинопроизводство. Сейчас за ее спиной уже немало фильмов различных жанров. Чего же не стоит делать начинающим режиссерам? Была огромная ошибка, что я была режиссером, сценаристом, актрисой. Огромная ошибка – начинать свой кинопуть с полного метра и огромная ошибка – начинать свой путь, когда ты берешь много обязанностей на себя. На тот момент получилось хорошо. То, что мы могли, мы сделали. Но сейчас, оборачиваясь в прошлое, я понимаю, что не надо так делать. И всем, кто увлекается кино, кто хочет этим заниматься, большой совет. Хочется все попробовать, но выберите для начала хотя бы одну нишу. Какова основная сложность выступлений на сцене для поэта? Когда ты пишешь стихотворение, ты открываешь душу. А когда ты его читаешь, я пересматривала некоторые выступления свои, и голос мой не дрожит, голос мой подает эту информацию. Но я стою и как осина просто трясусь, потому что это очень волнительно, когда ты открываешься зрителю, потому что ты рассказываешь что-то личное. Чужие стихи читать намного проще. Стремление попасть в объектив оператора или спешка в выборе департаментов? Мне это показалось очень интересным. Я пробовала себя в качестве актрисы. Естественно, все девочки хотят быть актрисой. Ну, по крайней мере, хотели, наверное, как-то все видели в этом. А потом уже у меня был один рассказ. Я предложила своему знакомому оператору Константину Хризалиту этот рассказ экранизировать. Большое интервью о творческом пути вокалистки готической дарквейв-группы, поэтессы, предпочитающей перформансы на сцене и написании стихотворений на животрепещущие темы, и, наконец, режиссера, работающего над кинолентой, в основу которой легло произведение Есенина. Обо всем подробнее расскажем в программе «Проще говоря» в эфире и на сайте Arctic TV.